Бывший вице-президент Майк Пенс похвалил бывшего президента Дональда Трампа во время встречи с республиканцами в Конгрессе на этой неделе, по словам одного из присутствующих депутатов. «Он очень положительно отзывался о своих отношениях с президентом Трампом», — сказал член Палаты представителей Джим Бэнкс из Рот-Айленда. «Я понял, что они часто разговаривают и поддерживают такую же личную дружбу в отношениях, как и четыре года назад». Бэнкс сказал, что группа из его республиканского исследовательского комитета встретилась с Пенсом в Вашингтоне. Они обсудили дальнейшие шаги республиканской партии, а также рассказали о том, чего партия достигла в прошлом. Бэнкс, чей офис не ответил на запросы дополнительной информации, считает, что Пенс вернется на политическую арену в ближайшие месяцы, после того, как он и Трамп покинули офис в январе. «Он будет создавать организацию, защищающую успешный рекорд Трампа и Пенса за последние четыре года», — дополнил Бэнкс. «Трамп и Пенс вместе многого добились, и им следует гордиться этим», — добавил бывший помощник Марк Шорт во время выступления на Fox News. «Пенс не планирует появиться на популярной консервативной политической конференции действий на этой неделе, в отличие от предыдущих лет. Директор конференции назвал это ошибкой. Предполагалось даже, что Трамп не будет выступать на мероприятии, если Пенс не будет присутствовать. Но представитель бывшего президента сказал, что это заявление было явно ложным, отметив, что оно основано на анонимных источниках». Трамп, который продолжает настаивать на своей победе на выборах 2020 года, хотел, чтобы Пенс вмешался во время заседания в Капитолии, когда были подняты голоса из некоторых штатов из-за законов, признанных судами неконституционными, или мер, которые считаются неконституционными, а также обвинений в фальсификации избирателей на выборах. Пенс отказался, заявив, что, по его мнению, Конституция не позволяет ему вмешиваться как таковой в его роли президента Сената.